Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают В 2010 году Соединенные Штаты вложили в научные исследования более 3% ВВП В Китае более 2% ВВП Рюджет, выделяемый на российскую науку, составляет менее 0,3% нашего, несравнимого с американским ВВП Это значит, что Россия вкладывает в фундаментальную науку в 100 раз меньше денег, чем Америка В результате, начиная с 90-х годов, из России начался массовый отток ученых-физиков в другие страны И лучшие места они получили благодаря советскому образованию Что мы делаем? Мы убиваем российскую науку? Рыночные механизмы со многими проблемами справляются хорошо Но есть отдельный важный пример Так, интернет – это результат инвестиций в правительство США Оно же вкладывало средства в первый браунт И во все базовые IT-технологии Это важно помнить в России, если она хочет стать более диверсифицированной Професс-тилиц, гауреотностости, поливинка, экономики 2001 года Нет науки, нет технологий Развитие технологий по продольной дороге совсем скоро исчерпается Самое перспективное на сегодня исследование в области квантовой физики Они обещают революцию, сопоставимую с разведением персонального компьютера Квантовая технология в обозримом будущем Это подбор лекарства ПДНК Точный прогноз погоды на лето Беспилотный речный транспорт на солнечной арене Передаваемый со спутников лазерами Резервное копирование мозга Телографический блокбастер Костинный И даже колонизация других планет Все это возможно благодаря квантовым технологиям Страны, раньше других, начавшие развитие квантовой науки Стало технологическими битерами на мировой политической арене В России открывается квантовый центр Организационная структура, соответствующая принятой в мире Научные сотрудники набираются по треховому международному конкурсу Совместная работа российских и зарубежных специалистов Советская школа и технологии нового мира В планах центра на ближайшее время Разработки в области квантовой информатики и искусственного интеллекта Криптография, моделирование сложнейших процессов на микротворке Сверхчувствительная томография Фундаментальное исследование сверхмалых частиц Открытие принципиально новых законов, над которыми ломает голову весь мир Фундаментальный старт элементарной революции Узнай об этом сегодня Добрый вечер Позвольте представиться, меня зовут Алексей Юстинов Я являюсь профессором Алстрийского института технологий в Германии И по поручению российского квантового центра Буду моделировать вести сегодняшний вечер Для меня выпала большая честь Сегодня представить вам нашего гостя, докладчика Профессора Дэвида Гросса Профессор Гросс изучал физику Получил степень магистра В Еринском университете в Иерусалиме После этого он перебрался вместе с семьей В Беркли Где получил степень доктора философии В Калифорнийском университете в Беркли И затем работал в лучших университетах Таких как Гарбард Где он был научен сотрудником Принстон, где он был профессором И в настоящее время он является Профессором в институте теоретической физики Имени Кавли Калифорнийского университета в Санта-Барбар В 1973 году Вместе со своим первым аспирантом Бельчиком Профессор Гросс открыл Удивительное сложное явление Которое сыграло огромную роль в теории силы взаимодействий Так называемую ассентатическую свободу Которая объясняет взаимодействие между кварками В зависимости от взаимодействия между кварками И от расстояния между ними За эту работу много лет спустя В 2004 году Профессор Гросс получил Нобелевскую премию Совместно с Витчиком и их коллегой Полицером Которая так и называлась За открытие ассентатической свободы в теории силы взаимодействий Продолжение следует... Профессор Гросс Окей... Ну... 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 Ну, я был здесь лет назад, и я, я думаю, что я буду ждать, когда люди приходят и сидят. Вы все можете пока читать свои айфоны. Спасибо. Спасибо. Те из вас, кто хочет продолжать на своих айфонах, выключите, пожалуйста, по крайней мере, хотя бы звук на тихий. И сегодня я буду говорить... Я не буду говорить, пока люди входят. Буду ждать. Иначе я ощущаю себя, что я даю лекцию на станции железнодорожной. Вы должны посмотреть, как я читаю лекции своим студентам. Моя лекция сегодня называется «Век квантовой механики». Потому что квантовая механика, и это то, каким образом работает Вселенная, мы открыли ее сто лет назад. Ну, примерно около того. Не имеется конкретной даты, когда квантовая механика была открыта. Это было как многое, что в этой науке это был некий длительный процесс, который начался с планка. Макс Планк в... Эта поверхность очень сложная. Ты не видишь лазерной указки на нем, не отражается. Потрясающая поверхность, она не отражает свет. Я думаю, что нет. Вот луч, но от поверхности он не отражается. Теоретически, он должен отражаться. ЗАЛЕКТА Здравствуйте В храме цифровой вселенной у нас должно быть оборудование получше этого. Итак, квантная механика началась с Макса Планка и с его открытия. Макс Планк — это вот этот товарищ слева, который открыл квант, и он назвал этот феномен, который привел к квантовой теории. Это было в 1900 году. Основой квантовой теории — это примерно как раз приведет нас к сегодняшнему году. Квантовая механика уже почти 100 летней. И вот с этой новой картинкой того, как работает Земля, мы расширяем свое познание огромными темпами цифровой скорости. Но самое лучшее все еще впереди — это то, что я буду с вами обсуждать. Мы в прошлом году отпраздновали 100-летие квантовой механики на конференции Solvay, где 100 лет назад они также начали работу в октябре 1911. И эти конференции, они сыграли очень важную роль в начале квантовой механики. И в прошлом году мы приняли решение, и я, кстати, председатель физического комитета Института Solvay, мы приняли решение проводить конференцию Solvay и использовать ее для празднования 100-летия квантовой механики. И тот доклад, который я буду читать сегодня, это некая версия доклада, которую я давал на открытии столетия, празднования столетия на конференции Solvay в прошлом году в Брюсселе. Первая конференция Solvay проводилась в 1911 году. Это самая знаменитая фотография, которая была сделана во время этой конференции, где вы видите вокруг круглого стола ведущих ученых 20-го века. Вы узнаете, естественно, Эйнштейн, молодого Эйнштейна. Эйнштейн, кстати, на этой фотографии самый молодой человек. Ему тогда было 32 года в тот момент. Розерфорд здесь. Говорит с Мадам Кьюри, она была единственной женщиной, которая там присутствовала. И если вы посмотрите на список присутствующих, как минимум 18 человек из них уже получили или после этого получат Нобелевскую премию по физике. The man up here, since I don't have a laser that works, is Mr. Solveig, who was a very interesting Belgian industrialist, who had his own very interesting scientific and social ideas, and he brought together this group of people in part to discuss his ideas. They actually didn't spend much time on his studies. They discussed what was often exciting in physics. But it was a very important new kind of conference that he lent his support to. It was international. It was by invitation only, so it was a very select group of people. It was a conference where people mostly had free discussion about their ideas and speculation. If you look carefully at this famous picture, you'll notice Einstein making a very strange sign. Some people have interpreted it as a Buddhist symbol. But if you look more carefully at Mr. Young Einstein, I think he's holding a cigarette. Or a cigarillo. Now, over the next 16 years, in which quantum theory was being developed, these Solveig conferences played a very important role. A very strange surface. The first conference was devoted to the theory of radiation, of light and quantum. The second to the structure of matter, atoms and electrons, properties of ordinary metals. And finally, perhaps the most famous of these Solveig conferences. The one held after quantum mechanics was laid down and its implications were being immediately discussed between Einstein and Bohr and others. The conference of 1927. And here's another interesting picture from that conference. You see, Einstein is now seated at the center, and he looks at least 16 years older. Next to him is Lorenz, who ran these conferences for these many years. Here you see Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Niels Bohr, the inventors of the new quantum mechanics. By the way, if you focus again on this picture, you'll see that Einstein is making the same symbol. And I don't think I have a blow-up, but again, you need to look very carefully where they play in the eye. You can see that it's already a cigarette. During that conference, there were famous debates and arguments between Einstein, who contributed so much to the early development of quantum theory, and yet couldn't accept it. And Bohr, who contributed as much and strongly defended him. Oh, I do have a blow-up. There's an Einstein again. You see, he's making the same symbol. I've asked a lot of historians about this. They have no theories, but I agree with you. If you look, he's calling Sigurillo. Now, the conferences were organized and led by Lorenz. A famous physicist who contributed much to our understanding of electricity and electromagnetism, the behavior of electrons in metals and so on at the turn of the century. And in his opening talk to the Solvay conference, he announced that the subject of this conference is really the question, was the quantum structure of nature truly unavoidable? And it is quite fascinating to read his opening address, since Lorenz was a master of classical physics, of classical mechanics, of natural theory, of electricity, of magnetism. And his goal was to use this wonderful classical structure to explain matter and its structure. The structure of atoms, the structure of ordinary material, why metals, and the way they do it, and the way they do it, and the way they do it, and the way they do it. And, number one, classic methods were not working. And number two, there were quantum effects. The effects that were explained by Planck and Einstein, which had hypotheses that were in contrast to classical physics. In his opening address, Lorenz says, We have reached the end of the road. The old theories have been shown to be towers that pierced the darkness surrounding us on the wall's side. It's sort of... one feels pity toward the old master. And most of those great physicists in this meeting were very reluctant to believe in the early ideas of quantum theory, which was just in its intensity, and not be as long enough to understand what we had. And we're in no such situation. Quantum mechanics is alive, and it works, and it makes sense, and it is extremely hard to modify. It's hard to see where it might fail. In totally different situations there was 100 years ago, when the physicists met at the first public conference and felt lost and confused. And they spent four days sitting around this table arguing, and they ended the meeting with just as much confusion. in such a misunderstanding. Today, that's not the case. We have this incredible, new way, new 100 years ago, but not today, new way of looking at physical reality, which works, which is what physicists grow up most. And it even makes sense. This logical system makes sense. And we have not been able to find any indication that it fails anywhere, or any means. No one has been able to even suggest reasonable modification of this quantum theory of the universe, that are consistent with what we observe or logically consistent with what we observe or logically consistent with what we observe. So let me start with just the second point. Oh, there's many people. Does quantum mechanics make sense? Well, quantum mechanics is not easy. And many people are confused by it. Even physicists study it and use it in everyday physics. Mostly, we don't have to worry about the philosophy and the metaphysics behind quantum mechanics. The motto that most physicists follow is Shut up and calculate. You're telling me to worry about shredding this cat? Is it alive? Is it dead? 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 And that works. That's fine. But over the years, we actually have learned for those who know what it means to live in Hilbert's space instead of classical space. It's new to us in many ways for many reasons. One is that we are big objects and are governed to a large extent by a very good approximation to quantum mechanics, which is called classical mechanics. Newton's theory, classical physics, is not wrong. It's an extremely good approximation to quantum mechanics. And it is for macroscopic objects for calculating how a stone moves if you throw it in the air is quite sufficient. So it's quite reasonable that we are not accustomed to some of the strange phenomena that govern the real world, but are only visible at microscopic distances where quantum effects are necessary. And the classical approximation to quantum mechanics is no longer sufficient. Also, we tend to learn physics or to model reality by first learning classical mechanics. And then our teachers tell us, well, remember we taught you Newton's law? Well, they're not exactly Newton's. Here's something better. And I wonder what we're going to do when we start teaching in elementary school or in dinner class. One of the mechanics. To begin with. They will find it less mysterious, if they don't have to go learn by going through the historical process themselves. The thing that is hard to understand for most of us in quantum mechanics is that one can describe reality in many ways. Well, that's okay. We can understand that classically as well. But in many incompatible ways. We have different ways of describing a physical system or Bohr would have said different experimental setups for measuring quantum systems, which are incompatible. And that is the element of our description of reality, governed by quantum mechanics that Einstein could never accept. He truly believed that there has to be a precise description of nature, which was a single, and not many incompatible descriptions indeed. In other words, there is no indeed exhausted description of reality. You don't have much to really explain this at all. This is what father wants me. And many of my colleagues, indeed, in the conference that I organized last year in Solvay, Brussels, some of my colleagues are still used by this property, this feature of quantum reality. But most of us are either not bothered, or we just shut up and go. And it works. Which is the primary test for a physicist. It works not just for understanding the structure of atoms, which was the original driving force behind the construction of this theory. Not just for atoms, but for collections of atoms, molecules. And for not just the structure of molecules, but for reactions among the molecules, otherwise known as chemistry. It works not just for one atom, two atoms, or ten atoms, but for ordinary materials, which is composed of 10 to 23 atoms. И это поясняет такие свойства обыкновенного материи, почему они проводят электричество, или почему они являются полупроводниками, или суперпроводниками, или вообще не проводящими материи. И это работает в ситуациях, которые далеко за пределами квантовой механики. И, кстати, сейчас, когда мы уже обсуждаем поведение 10 в 23 степени миллиардов миллиардов атомов, возникают феномены, которые превосхищают даже те мысли, которые возникали у тех людей, которые и придумали квантовую механику. Это называется теория многих тел, потому что 10 в 23 степени это очень много атомов. И, интеллектуально, это то же самое, что мы называем в той области, в которой я работаю, физикоэлементарных частиц, то же самое, что теория квантового поля, это теория систем с бесконечным количеством степеней свободы, или фундаментальных в сущности. То есть эта квантовая теория работает, она работает в описании очень странных феноменов, которые были неизвестны, когда изначально теория была предложена. Один из них был объявлен на этой первой Сольвейской конференции. Он обнаружил, что Меркурий, когда охлаждается до 8 градусов, это транзитная температура, до нескольких градусов по Кельвину, проводил электричество с нулевым сопротивлением. Это называется суперпроводимость. Сегодня это было обнаружено и заявлено на первой конференции в 1911 году ОМНС. Что интересно отметить, Розерфорд в том же самом году в 1911 обнаружил ядро атом. Он изобрел теорию элементарных частиц, физику элементарных частиц, распыляя атом гелия. Он обнаружил, что атом золота имеет очень маленькое ядро в центре, где содержится почти вся масса и позитивный заряд атома. Но на этой конференции ОМНС описал суперпроводимость. Розерфорд не сказал ни одного слова о ядре атома. Я задал вопрос историкам, почему Розерфорд не объявил, что у атомов есть ядро в центре. И в конце концов это привело к боровой модели атомов и квантовой метаники в его окончательной форме. Никто не мог этого пояснить. Розерфорд, скорее всего, он был очень такой нелегко говорящий на французском, потому что конференция проходила на французском, а ему сложно было по-французски выявить на французском. Изменение локальной симметрии электромагнетизма было лишь объяснено Бардиен Купер и Шрифер в 1957 году. Это очень важный феномен. И он сыграл очень важную роль в пояснении, почему некоторые металлы становятся суперпроводящими, но также в физике элементарных частей. Хиггс, Браут, Энглер и многие другие ребята, которые разработаны механизмы, которые мы уже слышали в прошлом году, и суперпроводиемость. И квантовая динамика все еще motivates research at the frontiers of physics уже 50 лет спустя. Потому что мы обнашли новый тип суперпроводников, которые нет абсолютно мы еще не абсолютно уверены как они работают, или каким образом это технология или каким образом эти материалы могут быть использоваться в будущем. Все хотели бы найти материал или создать материал, который будет проводить электричество без сопротивления при комнатной температуре. Это просто перевернет мир. Мы не знаем, возможно ли это. Мы не знаем, возможно ли это, или не возможно ли это. И мы еще пока не создали такой материал. Но такие материалы являются всего лишь одним примером таких интересных, экзотических новых материалов которые наблюдались в лабораториях и не были поняты whose existence have been speculated by imagined by theorists and not yet observed. In fact, one of the things I find most amazing is that after 100 years of quantum mechanics and its very successful application to the kind of matter that we find around us that was made of stars and stuck together formed compounds on earth fluids geological history we still don't know what kinds of matter are possible what kinds of collections of atoms are possible. We don't even know what kind what are the general classification of the phases of matter. there might be lots of other kinds of matter that simply didn't form in the geological history of the earth we might be able to make this is one of the current frontiers of quantum physics there was discussed at this Solvay here. Here is where by the way quantum mechanics might prove to be as useful in the future in new ways as it has been in the past. My wife always tells me that when I talk about the successes and the importance of theoretical physics I should that half the world technology today is based on quantum theory. We would not have this laser that doesn't work here or the iPhone that as far as I can tell everyone in Moscow has without the quantum theory that was developed a hundred years ago by people like Bohr and Einstein and Heisenberg who had no idea that their ideas would lead to such applications. The transistor is based on understanding the quantum properties of semi-connectors and of course laser is based as a manifestation of the quantum properties of light led to the integrated circuit and lasers and transistors together have produced computers and the ubiquitous iPhone. today not only are we do we understand the laws of quantum mechanics that govern the behavior of atoms individually and collectively we can also begin to control individual atoms and atomic systems and that's where quantum effects are weird and potentially very useful. we can see atoms we can we can pick them up and move them from one place to another. 100 years ago there was still a debate as to whether atoms existed because no one could imagine because no one could imagine no one had seen them directly or any theoretical understanding wasn't strong enough to do their existence today we can see them and manipulate them at the atomic scale we can construct as you saw in the introduction as Andrew Gaim did and won the Nobel Prize was it 3 years ago? 3 years ago new materials that tourists had dreamed of made out of just ordinary carbon which have extraordinary products this is actually what a real life graphene looks like at the moment still very small pieces of these beautiful hexagonal structure of the same thing as diamond or graphite for most of our bodies and when you put it you just have single sheets of carbon-euformed graphene which has remarkable and a vast host of applications that are just beginning you curl up these sheets into tubes or balls you create buckyballs or nanotubes it's that remarkable applications which are just beginning and finally which was also alluded to in the introductionary video one of the primary goals of studying and manipulating and controlling atoms at the atomic level in concert is the construction of a quantum computer so our classical computers like this are built on bits of information zero one binary numbers that's how we store information and that's how we manipulate information by changing the state of these bits changing 0 to 1 quantum computer is simply a long process of changing or not changing bits classical bits of information depending of the state of other classical bits of information 0 or 1 might refer to equally well to arrow pointing up or pointing down plus minus anything which has two possible values and that's a classical computer we have pushed that technology extremely far many people are worried that we have reached the limits of classical computation in the sense that the size of the classical bits that we are are becoming already coming in scale close to the limit of the size of atoms where one quantum effects become stronger and two can't be pushed any farther so that we might reach the point where that there will not be a better iPhone next year as you might be reassured you won't have to buy iPhone number 29 but that might mean that we won't be able to continue to take advantage of this as we have for the last 20-30 years as we have for the last 20-30 years incredible explosion of our ability to manipulate information One possible out is quantum computing which is based on using classical bits for quantum bits for example this the spin the magnetic factor moment the magnetic field of a quantum particle like an electron can point up or point down if you measure its state but it can also because of the nature of quantum mechanics in a sense point anywhere can be in what we call superposition of something now a much richer domain in which quantum bits to the state of a spinning electron can exist and it turns out that such quantum bits can be used store information and the cost of it and more efficiently with exponentially greater power than classical bits a quantum computer we know can do certain things much faster unimaginably faster than classical bits something has been truly explored but for certain tasks there is no question that quantum computers are incredibly powerful perhaps most importantly for physics for science is their ability to mimic the analog models of quantum systems itself we can use such computers perhaps to understand quantum systems that are too difficult for us a quantum state which truly has this enormous richness is destroyed by the environment and the quantum computer becomes loose this calculational and information power becomes classical in nature so the focus of an enormous amount of research around the world and here in Russia at this new Russian quantum center RPC which I've come to Moscow to to learn about and to try to get some advice about and to try to get some advice about one of their goals is to understand physical systems and strange materials new materials new methods of manipulation and control well enough to be able to start with a computer this is a ambitious goal and many people around the world are working on it and it might take 50 years it might take 10 years we never know science we never know about you but it will happen sometimes the centration that I have and it will change the world in ways that like the transistor no one could imagine that that we cannot imagine today so back to quantum mechanics it works and it works not just in the structure of atoms nanometer physics a billion times a billion times smaller than you know what we can see with the eye but even if we go a billion times smaller than that to the nucleus and the quarks that make up the nucleus using now quantum many body theory or quantum field theory and it has provided the framework and it has provided the framework for the most precise well tested and comprehensive theory of the world nature that we've ever had it works with extraordinary precision the first theory the first theory the first theory quantum field theory the quantum mechanics was applied to was the theory of electron magnetism and it was realized by Einstein and others earlier the development of quantum mechanics that field theory and quantum theory fit together very easily and and in the case of quantum electrodynamics the quantum effect although small were finally seen in the 1950's were our most precise tests of quantum magnetism and quantum mechanics had been made this is my favorite example it is the measurement and calculation of the magnetic moment of the electron the electron which has a charge spins around as an angular momentum therefore a magnetic moment field a magnetic field that it produces and the value of that field is according to the simple quantum mechanical theory just two but the deviations come from quantum effects that we can as theorists now calculate to one part in a billion billion a million billion sorry and experimenters can measure to one part in a billion 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 this is an amazing achievement of a vision of experiment that can do such precise experiments and of theory that in fact are not precise numbers you have to worry about the 12th decimal number that kind of precision that kind of precision is unprecedented and it is partly due to quantum mechanics itself one of the features of quantum mechanics is that all electrons are identical all electrons are identical that's a very important feature and it has many many important consequences but one of them is that allows us to do this kind of measurement when any electrons don't be so full in the same way the other feature is that quantum mechanics are very sharp states but discrete energy levels so things aren't fuzzy to the extreme and measurable and principles to infinite accuracy it's not necessarily true in many other systems in nature and no other field of science has even close to this fundamental position gives us a very strong foundation to apply the same rules of quantum mechanics to any other phenomena it also seems to work from the smallest distances we can measure which are now a nano nano centimeter 10 to the minus 18 centimeter to the edge of the universe we haven't seen any deviation from this basic framework of quantum theory quantum field theory anywhere we look we would love to as businesses to discover something new and my experimental friends would love to make a discovery that quantum mechanics failed somewhere for this large and super large distance they would have to have a theory that was better somehow and more powerful and more powerful in quantum mechanics and we would then say quantum mechanics it's only only but we haven't had to push either by observation or speculation to do that it's not horrible it's not horrible it's not horrible and when we extrapolate to even shorter distances we don't get into problems except the so-called cycle of another fifteen orders of magnitude so it really works and it works not as i said just in explaining atoms but also the nucleus and what it's made of and it's provided us with what's called the standard model of elementary particles there's a list of basic constituents of matter quarks and leptons like the electron in the retino three families of such objects the quarks always makes up the nucleons in our nuclei the photon and the neutron and then there are other families of quarks and leptons that are unstable that can't happen and they can produce them in the laboratory and they can't happen and we understand all the forces that one are observed and two are sufficient to explain what we measure the force of electricity and magnetism that holds the atom together and the two forces that act within the nuclei that weak and strong force and finally the last bit of this standard theory of a lot of particles so successful the extra bit that we added to explain why the nuclear force is the way it is the so-called Higgs mechanism was confirmed quite dramatically in last year and no doubt you've heard about that the experiments done at the LAC in Geneva where they produced you see a little bump that's a texas of particles that are concentrated at a mass of about 125 billion electron volts 125 times more heavier than the proton and it looks very much like what the simplest so-called Higgs of particle might be we're not sure all the details we actually hope that it's a little different to be a sign of important new stuff so-called beyond the standard model new freezing not that violates quantum mechanics we don't expect that to happen at the LAC but people listen that explain some other mysteries that still exist like dark matter that astronomers tell us exist throughout the universe most of the matter is some kind of new kind of particle we haven't observed detected or produced in the laboratory we don't exactly understand why neutrinos get a mass or why the universe is full of quarks and not anti-quarks 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 and theoretically there are a whole variety of mysteries that we can't explain the forces look like they unified but we don't know how there are many interesting problems and most of them many of them seem to point to the energy scale a trillion electron volts a trillion is a million million it's the size of the american belt which is now ten trillion this is the range of energies that's explored at the large adron collider in Geneva and where we might get hints about the solution that's the political problems we might produce dark matter and we might discover my favorite speckulation about the answer to these problems and other things namely the existence of a new symmetry of space-time which in a sense means that there are quantum dimensions that is we have indications clues that point to this new physics some of them extrapolating our understanding of the forces of nature of nature and the strength of the within a that that И что, как эти силы будут выглядеть, если у нас был микроскоп, который бы смог взглянуть на такие малые расстояния 10 в минус 28 сантиметров. В соответствии с нашей теорией, которая работает очень хорошо для экстраполяции на такие масштабы, все эти силы выглядели бы очень похожими по своей силе. И эти силы, они, естественно, согласованы друг с другом, так же, как и все другие силы Вселенной, они являются унифицированными при таких коротких дистанциях. И некоторые из этих идей привели нас к новой симметрии, суперсимметрии, которая может уже быть продемонстрирована в таких малых масштабах. Эта потрясающая новая симметрия, которую мы, теоретики, любим, помогает нам унифицировать все. Она не работает без суперсимметрии, она работает великолепно с этой суперсимметрией, я не буду сейчас пояснять, как все это работает. Ну, мы имеем какие-то подсказки, что же происходит в фундаментальной науке. Это то, что наблюдения и эксперимент предоставляют нам подсказки, информацию. И это не обозначает, чтобы те графики, которые я показал вам, что силы природы, они унифицированы при очень высоких энергиях. И для того, чтобы это произошло, необходимость суперсимметрии. Но это может быть также и случайность. Искусство науки для теоретика заключается в том, мы должны выбрать, на каких экспериментах нам нужно фокусировать, а какие нужно игнорировать. Я не буду сейчас вглубляться во всех прекрасных свойствах суперсимметрии, но я расскажу вам, что мы возлагаем огромные надежды вот на эту потрясающую машину, МАК, которая функционирует в Женеве, большой андроид-лайнер, и предоставляет нам миллионы событий, каждую секунду, в которых сотни из которых сохраняются сейчас. И в данный момент уже накоплено миллиарды и миллиарды событий, которые хранятся и анализируют эти системы. И Хиггс в прошлом году был обнаружен, и также мы ищем эту структурую физику, о которой пока мы спекулируем. Но давайте снова вернемся к квантовой механике. Третий фактор, который я упомянул в начале о силе квантовой теории, помните, что она работает, она имеет смысл, и она экстремально сложна с точки зрения ее изменений. Наша текущая, очень хорошо подтвержденная теория квантового поля, как я упомянул в начале, работает везде, где бы мы ее не применяли. И с точки зрения редакционизма, нет ничего из того, что мы когда-либо наблюдали, на что нельзя ответить либо теорией квантового поля, потому что это все встроено в стандартную модель, или, может быть, мы можем использовать какими-то расширениями. Но любая теория в природе, любая теория, которая у нас возникала, в конце концов, заменяется более мощной теорией. Ученые, я не помню ни одного ученого, который бы мог сказать, что базовая теория науки, она останется в мире. Никто из них не смел достаточно сказать это, поэтому мы можем задать вопрос, где, на каком уровне квантовая механика начнет рушиться, с какого уровня начнут возникаться эти модификации, конечно. Это все спекуляция, потому что пока нет никаких экспериментальных подтверждений нарушения квантовой теории мира. Это простые предположения, что квантовая теория на основании экспериментов, которые мы можем представить, которые мы уже осуществили, которые мы можем осуществить, и что скажет квантовая механика имеет для нас смысл, и где мы начнем предполагать, с какого уровня, с какого масштаба эта теория начнет ломаться. Итак, я продемонстрировал вам, что мы можем экстраполировать то, что известно нам сегодня, по ядерным силам, атомным силам, электричеству, монетизму, гравитации и до высоких энергий. В таких масштабах гравитация играет важную роль. Она унифицируется. Гравитация — это очень слабая сила в стандартных расстояниях. Нет, конечно, люди считают, что это страх, потому что это единственная сила, которую мы ощущаем. Но причина, почему это единственная сила, которую вы ощущаете, — первое, это потому что гравитация собирает все в целое, вы не можете ее ограничить, нет никакой антигравитации. И номер два — это слабая сила. Сильные взаимодействия, о которых говорят мои коллеги, которые мы понимали в 70-х годах, когда мы создали теорию квантовой хромодинамики, они настолько сильные, но они сильные при низких энергиях, которые мы наблюдаем сегодня. Вы их не чувствуете. И причина, почему вы их не чувствуете, — потому что кварки, они держатся вместе этой силой взаимодействия, и три вместе полностью нейтрализуют заряд, который является источником этой силой взаимодействия. Протоны не имеют сильного заряда. Кварки таковым уплотают, поэтому они вместе, и они создают очень маленький... И если вы снаружи этого маленького протона, силы... Ядерные взаимодействия не слабо, потому что этот продон без заряда. У него нет заряда, не имеется хромодинамического заряда. Но вы не можете сделать это с массой или энергией, которая является источником гравитации. Вы добавите еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вы получите большую массу. Таким образом, это взаимодействие нарастает. Поэтому вы чувствуете это взаимодействие, потому что вся Земля вас притягивает. Каждый атом в Земле притягивает вас с гравитационной постоянной. 10 57 степени атома в Земле. И каждый из них очень слабо притягивает. Но вместе они создают ту силу, которую вы чувствуете. Но эта сила очень слаба на атомных масштабах. 40 порядков слабее, чем другие силы. Но масса или энергия, при высоких энергиях, это очень сильное взаимодействие. Это дает еще одну подсказку нам, что фундаментальная унификация всех сил в природе, которые мы ощущаем, и мы имеем определенные подсказки, что это происходит также в отношении других взаимодействий. Это происходит также из гравитации, и это поднимает большое количество теоретических проблем, которые могут бросить вызов латер-механики или другим аспектам нашей концепции. Это, например, привело к 44 лет назад, к новому подходу, который базировался на идее, что материя состоит не из точечных частиц, но из струм. И ее назвали теория струм. Теория струм, очень старая теория, кстати. И уже 44 года исследования вот этой новой теории, и она обладает пониманием, и она также изменилась значительно. Она началась с понимания ядерных семьяных взаимодействий, и мы начали понимать, почему мы пришли к этой теории струм. Потому что, когда вы пытаетесь растянуть гварки друг от друга, ромодинамическое поле, которое держит их вместе, оно стягивает их обратно. И это выглядит как струна. И мы сейчас понимаем, из Теории струм взаимодействий, почему это происходит таким образом, и почему возможно также думать о композитных частиц, которые состоят из гварков, как будто состоящих из струн. Но в Теории струм вы также можете связать концы открытых струн и получить сахнутые цепи. И было обнаружено, что эти сахнутые цепи, они объясняют гравитацию как приближение на больших расстояниях, характеристика размера вот этой вибрирующей струны. Somebody said that one of the predictions of string theory, maybe the only prediction that has been verified, is that it predicted gravity. Now, of course, you are not gravity before, so that's not a very powerful prediction. But intellectually, it's true. You start with discussing just quantum strings, you are automatically unifying your theory with gravity. But our view of string theory is actually greatly modified in the last decade. I and many of my colleagues now believe that quantum field theory to use for the standard model and string theory aren't really two different approaches, two different frameworks, but rather part of some bigger thing. We now have tools that allow us that allow us to connect the stringy description of certain quantum states with the quantum field theory description of the same quantum states. In fact, many of us believe that the standard model of quantum quantum physics is so successful, and so well-tested could be, we don't know exactly how to do it, but not many of the features could also be described in terms of string theory. These really are different approaches. String theory isn't the revolutionary to some of us hope twenty-five years ago. It's part of what I'm thinking now of as a framework the fundamental framework of theoretical theory. Quite an incredible framework that includes strings, particles, higher dimensional objects for brains, like membranes, two dimensional objects, three dimensional objects, three dimensional objects, all sorts of extended optics, including particles and strings. We don't actually know the limits of this framework, and the various connections between the different ways of describing this framework. of children, string theory, and other ways. And we also have no idea what principle within this framework is. How do we have this framework fixes the dynamic? picks out not just quantum field theory, but a particular quantum field theory. It picks out of this framework the real world that we observe, and that we need to answer and make predictions. And finally, since we're dealing with a theory now of gravity, and gravity is the theory of the dynamics of space and time, Einsteinian gravity is the dynamics of current space-time, we need to ask questions about the structure of space-time. That means the structure of the universe living. And we are being forced to address for many reasons what fixes the initial and perhaps final state of the universe. Even worse, we're challenged in these different bigger craters where we can look at the same physical phenomena from many points of view were challenged to consider the possibility that most basic concept of physical reality that of the space we live in in the time that marches on is wrong. it's just an opportunity. Many of the classical obvious features of space-time are challenged by this understanding of this bigger framework. For example, that space is a smooth manifold. that's not the case that's not necessarily the case in string ways of looking at. The fact that space has a certain number of dimensions namely three left, right, backward, forward, up, down, three dimensions. Well, in string theory ways of looking at it there's different ways of looking at the same physics, you can describe it as in spaces of different number of dimensions. the number of dimensions independent are you looking at it? It's not a fixed feature of reality. And even the topology of space, which is hard to change theory of space, isn't preserved in the stringy descriptions of phenomena. it appears that space time is a kind of emergent approximate description of nature. It's hard for us, hard for me at least to imagine that in the end when we have the better understanding of its framework we're still exploring that it will be formulated with space and obviously space time has a fundamental concept to do and that raises so many difficult questions which partly have to do as one might change our notion of quantum mechanics. For example there might be more dimensions of space that really understand very well that there could be more dimensions of time and how can you formulate the rules of physics namely quantum theory without a fundamental underlined notion of space time. So this is one of the challenges we're faced with exploring the fundamental framework that we know so well or at least being a part of it whose boundaries is still exploring and to be the most fundamental question and the one the one where we might be forced to change our fundamental concepts perhaps including the way that the quantum mechanics has to do with what is the true nature of space time what is space time made out what is the basic history that might replace it and as I am here to what happened at the beginning of the universe what is it about the history the universe back to almost millions of a billion 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 but we're now driven to make assumptions some of these might be tested and try to understand what the big thing is the big thing is what the big thing is what this big thing is И в соответствии с Тюринштейна, Вселенная является ответом на физику. И вот теория пространства-времени-правитация, унифицированная теория, должна благословить всю историю времени-пространства. И это означает не только каково состояние Вселенной сейчас, но и что произошло в начале, или на границе, и что будет в конце. И здесь мы полностью потеряли. Мы даже не знаем, каковы же правила, по которые Вселенная живет. Что фиксирует мне текущее состояние? Это вопрос, на который пока еще не отвечает, но мы обязаны искать на него ответ. И наши друзья, которые сформировали микроволновое пространство, и на основании этого микроволнового изучения, они сделают правоположение, что произошло в планковское расстояние после большого взрыва. И наблюдательно мы движемся назад, назад, дальше, и дальше, и дальше, к самому началу. И мы хотим знать, что же значит это начало. И это уже тот вопрос, с которым физика раньше не сталкивалась. И обычно, когда мы не знаем правил игры, и когда мы не знаем, каким будет решение проблемы, и тогда наши концепции становятся недостаточными. И затем мы подходим к концу, о котором мы говорим. Физика не имеет такой концепции, что время линейно. Может быть, мы когда-нибудь разработаем эту теорию конца. Или, например, там будет бесконечное расширение Вселенной. Тайн много. Итак, я могу закончить свой доклад здесь. Я могу еще пять минут говорить. Мне говорят, можешь еще пять минут говорить? Потому что я могу поднять философский вопрос. Это не заключается. Он касается не физики, а может даже больше метод физики. Просто для разрешения вопроса. Когда мы пытаемся опознать границы, познаваемо. И вот эта вот успешная квантовая теория, которую мы говорили ей бы дают. Те свойства, посредством которых мы ее описываем, и где она может сливаться. Очень сложно даже с ее помощью отвечать на эти вопросы. И вопрос, который, естественно, может возникает у нас. Можем ли мы бесконечно жить и бесконечно задавать эти вопросы? И даже если я отвечу на этот вопрос, а будут ли еще вопросы? И есть, возникают три проблемы. Одна из них, с точки зрения основной физики, фундаментальной физики, которую я обсуждал, мы можем создать эту окончательную теорию. Теорию всего, как мы ее называем. Номер два, мы можем быть слишком глупыми, чтобы ответить на эти вопросы. Например, сложный вопрос, из чего он состоит в пространстве, время, и под каким правилом Вселенная была создана. Почему мы настолько глупые, думая, что вот мы, люди на этом состоянии эволюции, достаточно умны, чтобы ответить на эти вопросы? Мы слишком много думаем о себе. И, в конце концов, мы можем потерять в поле двигаться вперед. Поэтому я хочу быстро коснуться этих вопросов. Первое. Создадим ли мы когда-нибудь теорию всего? И будем знать решение всех уравнений и их бесконечное распространение. И моё мнение касается того, что я называю геометрией и познания. Общая точка зрения нас, фундаментальной луки, это снятие так называемых, как чистка лука. Я называю её луковичной моделью. Хотя вы счищаете с луковицы кожуру, чтобы посмотреть следующий слой, потом захотите ещё один слой. Это очень плохая модель. Прежде всего, она заставляет вас плакать. Но она неудачна, потому что она не объясняет ничего, и геометрически она изнутри и наружу движется. Лучшая версия — это то, что мы находимся в малом пузыре знаний, который мы саккумулировали в человеческой истории, и мы расширяем вот эти новые границы познаваемых. Это вот где мы находимся сейчас, в нашей библиотеках, которые мы создаём. И это вот границы нашего познания, которые мы расширяем, узнаваем новые феномены. И мы затрагиваем вот эти новые области непознаваемых за границей. И что хорошего в этой модели, это то, что она объясняет некоторые странные вещи о знании, незнании и мудрости. И опять же, более схематически, у нас имеется эта сфера знания, которая расширяется по мере того, как мы углубляемся в этом море. Естественно, в этой картинке знание растёт, но также и не познаваемого, потому что мы не знаем того непознаваемого, которого мы не знаем. Мы не знаем достаточно, чтобы задать вопрос о том, чего мы не знаем. Мы знаем только то, что находится в границе нашего знания. Знание. Мы знаем, что граница нашего знания здесь и всё. И поэтому знание увеличивается с объёмом этой сферы по знанию, в то время как неопознанное. Увеличивается как поверхность этой сферы. Это лучше, чем модель луковичная. Знание увеличивается, но всё, что мы познаём в течение жизни, чем больше мы знаем, тем больше мы знаем, что мы не знаем. И вот мы постоянно в этом расстаряжении, расстаряжение мы знаем больше, но мы и более не знаем. Но с другой стороны, мудрость увеличивается. Мы становимся мудрее, потому что знание увеличивается быстрее, чем не знание. Знание увеличивается объёмом, объём увеличивается быстрее, чем поверхность. Мы получили модель, которая объясняет некоторые тайны, навыки, познания, мы можем применить, и мы можем создать окончательную теорию всего. Ну, вопрос этот обозначает, что, а имеется ли конечное количество непознаваемое? Конечная теория, значит, непознаваемое закончилось. То есть, это конец человеческой истории. Мы исследовали поверхность Земли. Это карта средних веков, как выглядела поверхность Земли в те времена с такой человекоцентричной точки зрения, евроцентричной точки зрения, кстати. И, кстати, познание поверхности Земли расширялось, как двухмерный объём, как поверхность, плоскость. И те места, где мы не знали, ли они не знали, это было границей, одномерной границей. И если вы думали, что Земля была плоской, то исследование Земли продолжалось бы бесконечно. Тем больше становилось карта, тем больше становилось познание, и тем больше становилось непознаваемое. Но, в конце концов, было выяснено, что Земля оказывается круглая, и закончилось непознаваемо, потому что мы покрыли всю Землю, и общество, познание, закончилось. Это была конечная теория Земли. Итак, вопрос, который мы ставим себе, вот это море непознаваемое, является ли оно круглым, как поверхность Земли, или оно не является конечным, как поверхность плоскости, плоской Земли? Оно безграничное и бесконечное, или оно компактно и ограничено? Я этого не знаю. Я агностик. Но я могу... Есть экспериментальные свидетельства того, что Земля плоская. И непознаваемое продолжает увеличиваться. Мы не видим никаких признаков горизонта, что непознаваемое уменьшается. И вы начинаете знать, что у вас кончаются проблемы. Новые студенты БХД, у них уже не о чем писать свои докторские диссертации, по крайней мере, в этой области фундаментальной физики, о которой я говорил. Я не скажу, что это конец физики, потому что большая часть физики не в этом редукционистском смысле поиска теории всего, но исследование потенциально бесконечных предоминов, которые мы можем произвести редукционистской или микроскопической теории. Если вы достаточно умные, чтобы начать сверху и уже начинаете выяснять биологию или химию по теории струн. Поэтому второй вопрос. Можем ли мы бесконечно увеличивать свой опыт? И, может быть, мы должны будем остановиться, потому что мы слишком тупы, чтобы двигаться дальше. Потому что слишком напыщенно говорить нам в этот момент истории, что мы достаточно умны, чтобы найти ответы на все эти вопросы. И, кстати, я не смог научить свою собаку квантовой механики. Мы понимаем, мы наблюдаем, что наши предки или наши любители животных, наши друзья животные, они ограничены, их способности ограничены, и они не могут. Собака никогда не сможет помять уравнение Шреддера. Поэтому мы можем представить по той же аналогии, что мы такие же, как те собаки, тупые, и у нас есть тоже граница нашего познания, чтобы объяснить суть создания вселенной или суть унифицированной теории, или суть времени и пространства. Я думаю, что надо все-таки быть немножечко больше оптимистом. Прежде всего, по сравнению с собаками, мы обладаем уникальными свойствами, языковыми свойствами, и также более высокой формой математики, которая обладает бесконечными возможностями. Математика обладает бесконечными возможными. Даже язык. Чавский указал, что ребенок обладает способностью понять любой язык. Но как только они изучают основы языка, в дни, в месяцах, и они делают это так быстро, как никто не может. То есть мы находим некую бесконечную способность к изучению языков и более высоких формой математики. И есть много различных форм бесконечности и бесконечности возможностей языка, математики, которые мы обладаем. Может быть, этого будет недостаточно, чтобы понять эти проблемы. А может быть, и достаточно. И даже если этого недостаточно, мы можем проапгрейдить наши гены, наши мозги. Кто знает, мы обладаем такими способностями. Но что еще более важно, нет никаких признаков, по крайней мере, из наших наблюдений, что мы сталкиваемся с вопросами, на которые мы не можем ответить. Прогресс науки сегодня более быстрый, чем он был 200 лет назад, когда нам казалось, что вопросы были очень простыми в теме. И требуется столько же время для умного молодого студента, чтобы закончить МГУ в возрасте в начале своих 20 лет и начать работу на передовых границах науки в том же возрасте, как было 200-300 лет назад. То есть нет признака того, что мы сталкиваемся с вопросами, на которые мы пока не можем ответить. Я думаю, что реальный вызов поиску науки, расширять границы подставаемого дальше, это то, что, может быть, мы потеряем желание и средства двигаться вперед. Особенно это является истинной в области фундаментальной науки, базовой науки, как физика элементарных частиц, где вот эти вот большие ускорители частиц стоят десятки миллиардов долларов. Там работают тысячи инженеров и физиков, которые работают вместе десятилетиями для того, чтобы углубляться глубже и глубже в суть материи. То же самое в астрономии и астрофизике, где такие же суммы денег и количество людей вовлечены, и общество не захочет оплачивать эти развлечения, и мы можем потерять средства и желание двигаться вперед. Что произойдет, я не знаю. Надеюсь, этого не произойдет. И на этом я закончу. Спасибо за внимание. Спасибо. Итак, вопрос с современной точки зрения, с точки зрения современных теоретиков. Время — это константа, которая однонаправленная, или она может быть реверсирована каким-то образом? Очень интересный вопрос. Время — это одна из самых странных концепций физики. Керт Каделл, знаменитый логик всех времен, когда Эйнстейн ходили каждый день вместе домой из Института Программных Следований. Никто не записывал, к сожалению, их дискуссия так было бы интересной, их возможности, конечно. Но половину своего времени они говорили о времени. Они оба были просто потрясены. Эйнстейн писал о своем восприятии, и я в чем-то согласен со многими из его замечаний. В физике, в то, каким образом мы понимаем, мы не воспринимаем ничего, я понимаю, нету понятия «сейчас». В физике нету ничего, что выделяет то, что мы чувствуем как «сейчас». «Сейчас» не существует в физике концепции. Поэтому часть ответа на ваш вопрос заключается в том, что если вы хотите понять, что же неправильно ли, что заменяет аллюзию, которой обладаем мы, о движении времени, прежде всего задайте себе вопрос, вы должны ответить себе «а что такое сейчас?» Как же возникла эта концепция здесь и сейчас? С моей точки зрения, того конца, который я описывал в рамках той теории, которую мы ищем, вот эта теория описывающая всю, это теория пространства-времени. Начало и конец, и все, что посередине, мы являемся частью этой картинки. И каким-то образом мы имеем целый ряд аллюзий, подобных аллюзий, таких как то, что мы себе представляем в нашем сознании и существование этой концепции здесь и сейчас. Поэтому мое мнение, о котором я также переживаю, как Эйнштейн, что сейчас это аллюзия. И движение в пространстве-времени также аллюзия. И интересный вопрос, который мы должны задать себе, мы можем начать с видения, с картинки всего целого. Каким образом коллекции атомов, которые формируют вот эти самоорганизованные структуры, формы жизни, и как у них могут возникнуть такие интересные аллюзии, как движение через время, через термодинамическое время, которое описывает то, о чем говорите вы, и аллюзию концепции сейчас, которая не существует в физике. Я понимаю, что я не ответил на ваш вопрос, потому что вопрос полагается на самый глубоком и непознаваемом аспекте того, как мы воспринимаем реальность. Есть несколько желающих задать вопросы, пожалуйста, подходите к микрофону. Добрый вечер, мистер Гросс, спасибо за вашу лекцию. Мой вопрос будет о теории всего. Что же вы думаете о теории квантовых циклов, как кандидат на подобную теорию всего? И будет ли на окончательной теории зависеть от истории или не зависеть от истории? So, briefly... Let's see, are you related to Li? No. Вы являетесь частью этой теории Ли, группы Ли? The loop gravity is a very simple-minded, unsuccessful attempt to quantize, while the high-size-seater gravity is a very simple-minded, unsuccessful attempt to quantize, while the high-size-seater gravity is a very simple-minded, unsuccessful attempt to quantize, Технический вопрос о... Что же может быть удовлетворительным компонентом? Это то, что в некоторых случаях может быть прописано тем, что у нас уже имеется четкое описание квантовых состояний, теория структуры, квантовая гравитация, является одним из... Это технический путь восприятия вот этой независимости. Но каковы наблюдаемые границы в квантовой теории и в всех случаях, когда у нас имеется точный контроль наблюдаемого пространства, у нас имеется независимый пути формулирования квантовой гравитации. Но в других случаях, как при Вселенной, во всей Вселенной мы не знаем. И, кстати, мы не знаем, каким образом мы сформулировать вот эти наблюдаемости. Таким образом, это анализ концептуальных проблем теории квантовой гравитации, и мы знаем, как это делать в планке теории струн теории квантовой гравитации. Это неуспешная попытка подойти к малой части вот этой всей целостной картинке в этом целостном поиске. И, на самом деле, эта теория не работает, мне кажется. И они делали очень много неправильного в этой независимости, даже по отношению к велитимистской теории. Поэтому я отбрасываю. Спасибо, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Дэвид? Да. Я здесь. Спасибо большое за вашу реакцию. У меня есть вопросы. Что вы думаете? Существует ли она в природе? Или всё предопределено? Ну, как вы знаете, одно из свойств пантовой гравитации это то, что некоторые вопросы мы можем только предсказать, вероятностные ответы мы можем дать. И что это означает, что если вы хотите, есть у наследованная случайность в нашей способности делать некоторые предсказания. Не всегда, но и тогда. И это настолько случайно, насколько это может быть. И мы не знаем лучшего источника случайностей, чем... вероятности, чем это. Поэтому если вы используете это в своём компьютере, вы генерируете случайные числа, вы генерируете их, используя программу, которая генерирует псевдослучайные числа. Потому что есть алгоритмы, которые генерируют таким образом, естественно, они уже не случайны из-за того, что есть алгоритмы. Но время, в рамках которого распадаются радиоактивные атомы, это другой феномен, который на основании квантовой механики будет возникать истинно случайным образом и используется как раз для генерирования истинно случайных чисел. Которые, которые мы пока верим, или на основании квантовой механики, они не имеют алгоритма, детерминистического алгоритма в своей сути. И поэтому в этом смысле, да, природа и суть квантовой механики, они истинно случайностны. У меня вопрос, связанный с кварками, сильными взаимодействиями и бозоном Хиггса. Итак, вопрос о кварках, сильных интеракциях и хиггспазонах. Известно, что в приближении нижний апкварк весит по 4 мэв, а даункварк 8 мэв. Скажите, пожалуйста, объясняется ли с точки зрения Хиггского механизма то, что протон весит 930 мэв? Так, вопрос о кварках и нижний апкварках. Мы не понимаем, почему нижний апкварк тяжелее, чем верхний апкварк. К счастью, это так, и это означает, что протоны стабильные, а нейтроны не стабильные. Если бы это все было наоборот, наши протоны распадали бы и атомы бы не существовали, и мы бы не существовали. Некоторые люди начали спорить и говорят, по этой причине даункварки, они тяжелее, чем верхний апкварк. Но истин заключается в том, что мы не существовали. Неразличными апкварками. Мы просто подставляем эти числа. Но вы сказали, что именно там масса протона возникает из них. Но суть не такова. Масса протона в основном происходит из кинетической энергии кварков и глюонов частиц, которые удерживают их вместе внутри протона. QCD и феномен асинтетической свободы могут объяснить в общем массу протона по сравнению с массой фундаментальной массы, скажем, по унифицированной теории в планковском масштабе. И что происходит? Большая часть из вашей массы — 4 мEV кварка. Ваши протоны весят 981 миллион электрон вольт. Почти миллиард электрон вольт. 4 мEV — это ничто. Ваш весь не состоит из массы кварков. Это кинетическая энергия, сокрытая энергия вот этих кварков, сокрытая вот этой силой, которая, вот если вы ее пытаетесь растягивать в какой-то момент времени, она достаточно сильна, чтобы держать кварки вместе. И это определяет размер протона и кинетическую энергию в нем. И тогда ваша масса, она E равно mc квадрат, или mE зеленый mc квадрат. Таким образом, вы состоите из энергии, а не из масс кварков. Вот, ваша масса происходит из энергии, и малая часть происходит из массы кварков. Здравствуйте, спасибо большое за потрясающую лекцию. Мне очень интересна вот эта концепция времени-пространства, но еще больше мне интересно сознание. И что современная физика говорит о сознании? Не имеется ли какие-то модели сознания, или мы все еще на пути? Как физик, я должен сказать, это область для моих нейроученых, и это так и есть. Они являются экспертами в том, как работает мозг. И нейронаука находится еще в зачаточном состоянии. Нейронаука находится в том же месте, где физика была 400 лет назад. Только с самого начала они только начинают собирать данные необходимые для того, чтобы формировать модели того, как работает мозг. Это фантастично то, что происходит в нейронауке, особенно в области создания новых экспериментальных методик, для отображения нейросетей, сетей нейронов, процессов, которые в них протекают. И для исследования этих нейросетей динамически, по мере мышления, например, как мыши движутся по лабиринтам, и мы, как они думают. И по моему мнению, история только в начале своего пути, и нам еще далеко до истинного понимания из того, что мы хотим понимать, почему мы обладаем сознанием, вот этим странным феноменом, которого мы еще не понимаем. Значительный прогресс был достигнут. Физика не приносит никакого вклада, за исключение создания новых инструментов измерения, отображения, визуализации. Но физики, даже физики-теоретики, они приносят огромный вклад, потому что они любят думать о тяжелых проблемах, но если они захотят внести свой вклад в понимание работы мозга, они должны стать нейроучеными, и они должны понять феномен, должны проводить эксперименты, вырабатывать новые модели. И многие из них в этом участвуют. Но это не проблема физиков, это больше биологическая проблема. Да, мне очень интересно, каково же ваше мнение, потому что, насколько я помню, вот эта концепция сейчас, о которой вы говорили, она говорит о наблюдателе. То, что нам известно о мозге, это то, что он создает много иллюзий, мисконцепций, недоконцепций, потому что именно по причине нашего образа мышления. Наш мозг эволюционировал естественным выбором. Если мы найдем новые пути того, что и как работает, и преуспеем в этом, то тогда природа адаптируется к этому решению. Мы не должны, наш мозг не эволюционировал для того, чтобы, может быть, понять квантовую механику. Он не для этого эволюционировал, или для того, чтобы понять самого себя. И это как раз то, что необходимо для того, чтобы преуспеть в естественном выборе. И многие из наших базовых концепций должны были меняться по мере того, как мы узнавали больше. И многие из них на протяжении лета, они переходили из классической в квадратную физику. И у нас была иллюзия вот этого сознательного контроля, что вот я действительно произвожу все это. Но недавние свидетельства продемонстрировали нам то, что мозг не так работает. И большая часть из того, что работает, происходит бессознательно. Другая из наших аллюзий — это аллюзия этой концепции сейчас, вот этого момента во времени, которое линейно движется вперед. И опять же, есть свидетельства и эксперименты, которые проводятся, что нету вот этого точного определения в нейронуке, измерения вот этого сейчас. Если вы хотите измерить последовательность сигнала в мозгу, скажем, ваше осознанное понимание сейчас, и фактические сигналы в нервной системе, которые включают ваше решение сделать что-то сейчас, и превращают это в действие, очень часто ваше сознание понимает это сейчас до того, как вы делаете это действие. То есть, когда люди пытаются измерить ваше понимание сейчас, и когда что-то фактически происходит, сейчас произошло после того, как решение было принято и действие было совершено. То есть, это, опять же, аллюзия. Как это происходит? Это все еще в тумане. Мы всего лишь только в начале понимания. Спасибо большое. Спасибо. Я также должен поблагодарить вас за вашу реакцию. Она была очень вдохновляющей. И у меня есть такой общий вопрос. Я хотел бы сказать, описать ученых, которых вы можете назвать реальными физиками, настоящими физиками. Как вы можете описать реальному физику? Физика... Я горжусь физикой. Я физик, и я горжусь физикой. Физика — это самая старая наука, количественная наука. Астрономия — это самая странная. Астрономия исследовала Вселенную с самого начала, еще до того, как возникли физики. Но физика — это место, где были разработаны научные методы познания Галилео Ньютоном и развивались. И она является экстремально мощной наукой, и она остается физикой. Физика не разбилась на 10 различных типов физик. И даже астрофизика, большинство астрофизиков, астрономов, астрофизиков, они сейчас в отделе физики работают. Таким образом, она обладает некой общей культурой, которая базируется на научном методе, и 400 лет успешного применения этих методов. Таким образом, что я могу сказать? Физик — это кто-то, кто прошел через систему образования, получил образование физика, исследовал, получил вот этот объем знаний, который мы называем физикой, и затем на основании этих знаний, и что еще больше важно, вот этих путей, образов мышления, как подходить к решению проблем, может применять их в областях, которые, может быть, и являются физикой, биологией, нейронаукой, где бы там ни было еще, в финансах, может быть, иногда, например, в чрезвычайных ситуациях даже. Хочу небольшой вклад. Я думаю, теоретический путь, как мы можем дать определение реального физика, это дать определение несуществующего физика, а все остальное определяется вот этим определением. Да. Спасибо, мистер Гросс. Я хотел бы узнать, как, по-вашему мнению, капитализм влияет на развитие науки физики, и что, по-вашему мнению, является наилучшей системой социально-экономической организации общества для быстрого развития науки. И, может быть, социализм, капитализм, феодализм, что-нибудь еще. Очень интересный вопрос, на который, как у физик, как физик я не квалифицирован отвечать. Ну, как человеческое существо, как человек, у меня очень есть четкие мнения, но я не уверен, что это правильное место, где нужно их высказывать. Но, когда вы задавали этот вопрос, у меня возникла мысль, наука выживает при всех социальных системах. Это вот одна из сильных сторон науки. Физика, теоретическая физика, экспериментальная физика. Они росли в Советском Союзе, они процветали в Соединенных Штатах Америки при капитализме в то же самое время, потому что... И это вот одна из величайших вещей, которые мы можем отследить в науке, это то, что она международна, и ни одна нация не может ее ограничить, потому что вопросы, цели, задачи, они выдвигаются не правительствами, не институтами, не обществом, они выдвигаются природой. Вопросы, они универсальны, по сути, они таковы. Может быть, применение, в своих применениях они начинают зависеть от общества, от рынка, от военных, невоенных и того и подобного. Но поиск, познание физической реальности, вопросы выдвигаются природой. И судья успеха или неуспеха, истинности или неистинности, это не правительство и не институты, но сама природа. Опять же, научный метод говорит, окончательный судья — это природа. Бери свою идею, моделируешь ее, задавай вопрос природе. Так ли это? Природа никогда не говорит, что это неправильно. Но природа иногда, очень часто, говорит, что это неправильно, и ты должен принять это. И никакое правительство, какие-то правительства пытались прописывать законы природы. В моей стране был штат, который законы математики пытался сформулировать. Например, они сказали, что пирог должен быть 3,1 четверть в диаметре. Нельзя этого делать в математике. Нельзя этого делать с физикой. Нельзя это делать с любой наукой, которая следует научным методам. За пределами так называемой физической науки очень часто правительства, религии пытались диктовать или заставлять, или выдвигать свой ответ. И в конце концов, они были подвержены, они были повержены, потому что если это противоречит реальности, в конце концов, это выходит на поверхность. Поэтому великая суть науки заключается в том, что она может противостоять любому правительству, потому что она ответственна перед более высшей властью. Я вижу, что люди готовы еще задавать вопрос, но мне организаторы сказали, что мы можем ответить еще на три вопроса, и затем у нас наше прекрасное время закончено. Здравствуйте, профессор. Я работаю в области квантовой химии, мы пытаемся моделировать молекулы. Это что-то в середине между физикой и нейроновой. У меня есть один комментарий, один вопрос. Мой комментарий в том, я хочу модифицировать ваше уравнение мудрости. Вы думаете о том, что мудрость равняется с знанием, деленное на незнание, минус тупость. Эйнштейн думал об этой формуле, я думаю, он сказал, что Вселенная бесконечна, но тупость еще более бесконечна. Ну, это маленький комментарий. Но это не просто шутка, если вы подумаете о том, что мы можем двигать науку вперед, вкладывать деньги в ускорители частиц. Не забывайте также о том, что есть и вещи, как религиозные фанатики, которые начинают беруть под свой контроль атомное оружие и самоуничтожение человеческой расы, как пример глупости. Это мой один комментарий, но вопрос в том, мы не говорили о скрытых переменных, которые мы никогда не могли исследовать, контролировать. Может быть, они смогут ответить на вопрос человеческого мозга, интеллекта, человеческой души. Спасибо. Удачного дня. Это был вопрос или утверждение, Дэвид? Знаете, человеческая раса, я верю, она будет жить и продолжать. Я думаю, это предложение вернуло. Да, у нас очень много глупостей еще процветает. И как я говорил раньше, великая вещь в науке, великая суть науки, да, глупости очень много даже в том, что делают ученые. Есть тупые ученые, есть ученые, которые совершают ошибки, которые двигают неправильные модели, неправильные теории. И, кстати, это нормально, потому что большинство идей и попыток выдвинуть какие-то идеи, они неправильные. Это то, как мы прогрессируем, совершая ошибки и понимая, что это ошибка и двигаясь вперед. И отличие между религией и наукой, это то, что у нас имеется метод принятия решения, когда что-то является глупым или неправильным. А у них такого научного метода нету. Глупость и неправильные идеи – это не проблема в науке. Истинно. Потому что мы имеем научный метод. Но они являются проблемой за пределами использования научных методов. И, естественно, вы обозначили ряд этих проблем. И я согласен с вашей формулировкой этих проблем. Но с точки зрения понимания, как работает мозг, вы говорили, что вы занимаетесь квантовой химией. Я думаю, что химия, биохимия – это то, что нам нужно будет для того, чтобы понять мозг. Потому что это очень сложный и очень особенным образом эволюционирующий система, прекрасная система. И в конце концов, как эволюционист, я не сомневаюсь в том, что мы сможем понять химию. И понимания химии будет достаточно, чтобы понять мозг. В конце концов. Дэвид, большое спасибо за лекцию и за ответы на вопросы. У меня вопрос вот к следующим. Если принять то, что мы гранично знаем, у нас есть граничные знания, мы знаем, что Вселенная расширяется. Значит, мы знаем, что раньше она была в более меньшем объеме. Спасибо за лекцию. Мы знаем, что происходит в трансформации энергии, вещества и наоборот. Мы предполагаем, что раньше была масса, было больше энергии. Если мы будем стремиться к планковскому минимуму. Если мы будем стремиться к планковскому минимуму. То есть материя будет сжиматься. То наступит такая критическая масса вещества. Которая не сможет удержать энергию. Произойдет обратный процесс, процесс большого взрыва. По вашему мнению, что мешает принять вот эту теорию, эту версию? То есть, у вас есть опыня о том, что проблема в этой обороне того, и что вы понимаете? Учинка будет стараться сходить. То есть, учинка, что возникала, которая была экспертной в многих раз. Одна идея, которая обсуждалась много раз, это то, что Вселенная сжимается, расширяется, расширяется. И вечно это называется теория сингулярности. И есть много проблем с этой теорией. Ну, прежде всего, это касается термодинамики. Частично это касается всех попыток делать это на так называемом сжатии решениями и достижении сингулярности и так далее. Пока мы еще не смогли это смоделировать. Но это может быть и так. Может быть, селена таковой является. Может быть, она так и скачет. И для некоторых людей это очень философски подходящая теория, потому что в смысле тогда нет начала, нет конца, просто как гармошка туда-сюда, туда-сюда. Но нету четкой модели, поясняющей эту теорию. Есть много таких спекулятивных теорий. Поэтому сверх этого я больше ничего не могу сказать. Может быть, все и так. Спасибо. И вот последний вопрос. Здравствуйте. Спасибо большое за вашу лекцию. Для меня было бы шарим. Честь, очень интересно. Один, благодарность за философскую часть лекции и мой вопрос не в физическом контексте. Я также изучаю физику, и было бы глупо с моей стороны задать вам вопрос о физике. Поэтому я задам вопрос в философском контексте. Верите ли вы в то, что язык, как инструмент описания реальности, достаточно силен, чтобы ответить на вопрос, будем ли мы двигаться вечно в этом направлении. Потому что истории известны многие мудрые люди, которые говорили, что есть знания без слов. Бессловесное знание. И это то, каким образом... Многие люди называют это интуицией. Многие люди называют это интуицией. И вопрос заключается в том, вы, как человек, возникают ли у вас такие моменты истины? Видите, я отвечаю на ваш вопрос словами. Многие интересные мысли, о которых я думал в своей голове, которые проистекали в моей голове, они проистекали неосознанно. И большая часть того, что происходит в мозгу, формируется не словами, а некими иллюзорными путями, как мы мысли. Вы или я, как мы говорим, контролируем то, что у нас там происходит. В этом смысле и очень часто то, что мы называем интуицией, это решения, которые принимаются какими-то частями нашего мозга, которые... Мы не можем назвать собой, мы даже неосознанно имеем... И часть вот наших интуитивных решений... Часто интуиция значит вот это, неосознанные решения. Мы делаем что-то, или кто-то делает что-то, что он делает неосознанно, и мы называем это интуитивно. Или интуиция также ссылается на привычки, на знания, полагающиеся на опыт, который мы приобретаем с годами. И часть того, как мы преподаем физику, каким мы научились преподавать физику, это то, что мы пытаемся сформировать некую научную интуицию. И мы делаем это презентуя студентам, например, вы изучаете физику, вам представляют много-много проблем. Сначала вам представляют некие базовые проблемы понимания физики, затем более сложные проблемы, которым вы должны применить вот эти базовые опознания. И мы повторяем и повторяем и повторяем этот цикл на более и более высоких уровнях. И со временем ты начинаешь приобретать то, что вы назвали интуицией. Вы видите новую проблему и говорите, это похоже на то-то, на то-то, на то-то, и начать ответ. То есть это ссылки на опыт, на мудрость, что мы называем интуицией. И наше физическое образование физически строится на попытке создать вот такой путь, образ мышления, который вы назвали интуицией. Да, это очень важная часть. И большая часть нашего мышления происходит неосознанно. Спасибо большое за вашу попытку. Аплодисменты, спасибо большое. И я даже хочу поблагодарить аудиторию, потому что это был очень интересный вопрос из всех, которые я получаю после своей коллекции. Вопросы не закончились, поэтому проезжайте. Спасибо большое. И спасибо, что пришли от имени французского центра. Это было интересное событие. Всех удачи. Аплодисменты.